Приветствую вас на моем канале Готовим Счастье Дома! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом довольно необычного десерта. В основе этого десерта молоко и мы его будем запекать. Такой десерт придется по вкусу как взрослым, так и детям. Он получается в меру сладким, но при этом очень нежным. Итак, для приготовления этого десерта нам понадобится немного крем-сыра, сахар. Берем и хорошо соединяем эти два ингредиента, чтобы сахар практически полностью растворился. Дальше добавляем 2 желтка и снова все хорошо перемешиваем до получения однородности. Затем всыпаем кукурузный крахмал. Перемешиваем, чтобы не было никаких комочков. Вот такая вот по консистенции у нас получается масса. И теперь самый основной ингредиент это молоко. Вливаем молоко и хорошо венчиком размешиваем, чтобы у нас все ингредиенты соединились. Дальше нам необходимо заварить наш десерт. Для этого в кастрюлю через сито переливаем нашу заготовку. Делаем мы это через сито, чтобы убрать комочки, если таковые остались. И на медленном огне, все время помешивая, будем заваривать наш крем. На это много времени не уходят. Смотрите, какой у нас он получается нежный и красивый. После того, как мы это все сделали, нам необходимо взять форму, смазать ее немного растительным маслом. Это делается для того, чтобы потом было легче достать десерт из формы. Переливаем получившуюся массу в приготовленную форму. Даем ей немного остыть. А затем накрываем пищевой пленкой в контакт. И отправляем в холодильник застывать около 3 часов. После того, как прошло 3 часа и наш десерт полностью застыл, аккуратно извлекаем его из формы и нарезаем на порционные кусочки. Делаем пищевой пленкой. Перекладываем кусочки десерта на противень, застеленный пергаментом. Смазываем со всех сторон желтком. И отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут, чтобы образовалась золотистая корочка. Дальше достаем из духовки, даем немного остыть и можно подавать к столу. Этот десерт получается очень вкусным. Сверху образуется корочка, а внутри он остается очень мягким и воздушным. По сути, это заварной крем, но с легким вкусом крем-сыра. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр!